Николай Цверов свободно заезжает в кафе, направляется в зал, смотрит меню и делает заказ. В этом заведении сделано все для комфорта любых посетителей. Уже многие объекты стараются как-то облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Появляется пандус, вся инфраструктура становится более доступной. Так что все-таки изменения чувствуются. Николай направляется в уборную. Это тоже обязательная часть проверки. В кафе для инвалидов-колясочников отдельный туалет с широким дверным проемом и поручнями. Вот только места внутри маловато. Руководство кафе обещает все исправить. Придется немного передвинуть раковину, а еще переделать пандус на въезде. Но в целом, отмечает Николай, здесь есть все для приятного отдыха. Естественно, для того, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступ, равно, как и все остальные люди, свободно перемещаться и свободно находиться в тех заведениях, в которых они бы хотели. Чего не скажешь о частной курортной поликлинике около цирка. Казалось бы, пандус есть, но вот забраться по нему сложно даже с сопровождающим. Также непросто найти хозяина объекта. Достучаться до собственника комиссия не может уже не первый день. Снова судебный пристав наведается сюда завтра, уже с письменным требованием. В пятидневный срок устранить все замечания. В противном случае простыми предупреждениями предприниматель уже не отделается. Если физические лица предпринимателей, это ограничение выезда за пределы Российской Федерации, а если должностные лица, юридических лиц, то рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всего в Сочи 100 компаний, которые игнорируют требования по созданию безбарьерной среды, а значит и нормы федерального закона. И несмотря на то, что работу с такими предприятиями город проводил не один год, предлагая помощь в проектировании и согласовании. В последние годы администрация города Сочи активно оказывала содействие бизнесу в приведении своих объектов в безбарьерной среде, всячески оказывая содействие, всячески оказывая помощь. С сегодняшнего дня начинается акция «Безбарьерная среда». Время просьб и убеждений закончено. Рейды по безбарьерной среде с участием судебных приставов, соцзащиты и общественности теперь будут проходить регулярно. Список объектов, которые уклоняются от создания доступной среды, будет опубликован на сайте администрации города. Кстати, местные власти намерены настаивать на том, чтобы деятельность таких компаний была приостановлена.